здравствуйте дорогие мастерицы на прошлых мастер-классах мы с вами уже сделали баяны палалайки сапожки а сегодня будем делать чайник и чашечки девочки я вам буду показывать чайник про чашечку только немножко рассказывать как чашечку оклеить все это покажу а раскрашиваем ее точно так же как и чайник если вы хотите посмотреть мастер-классы по баяну балалайки и сапожкам то проходите пожалуйста в группу раздел видео и там можно все эти мастер-классы посмотреть также книг ведь к видео прилагаются выкройки по чайнику девочки выкройку распечатайте на листе а4 все размерчики у вас должны совпасть но тут в принципе сами размеры не важны вы же можете сделать и большой чайник и маленький чайник смотря какой у вас сувеничек будет основную деталь вот такой мы с вами вырезаем из картона картон берем обыкновенный гофрированный от любых коробок дальше нам понадобится фоамиран фоамиран используем толщиной 1 миллиметр цвета тот который вам нужен то есть какого цвета у вас основу будет чайника такой цвет и берите я беру черный и еще нам понадобится наполнитель вот у нас чайничек будет яркий он у нас такой полу объемный я буду наполнять вот таким синтепухом наполнять можно синтепоном синтепухом ватой обрезками фоамирана всем что угодно лишь бы вам набить и сделать фигурку так и так вырезаем из картона сначала одну детальку того пока не спешите вырезать и обратите внимание на направлении аков и вот у меня у этой детальки направлении гофра идет так значит у второй детальки я сделаю их так вот в таком направлении то есть обязательно нет вот так сделаю обязательно направление гофры делаем в разных разном направлении чтобы наш чайничек потом не загнулся так вот наносим клей приклеить можно с помощью клеевого пистолета и на любой другой клей который склеивает картон так вот наклеили детальку теперь мы ее вырезаем можно конечно вырезать две разные детальки то есть две детальки потом склеить мне так не нравится склеивать я обычно если мне нужны две одинаковые детальки то есть два слоя я сделаю вот таким образом и что и 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 обрезаем сейчас нам понадобится с вами фоамиран цвета основы и горячие утюги и также горячие пистолеты очень хорошо вырезаем в этих местах провязываем уголочки включаем утюги и вырезаем детальчику из фоамирана девочки из фоамирана мы с вами вырезаем детальку чуть шире нашей картонной детальки шире она должна быть настолько чтобы когда мы вот так вот загнем чтобы этой высоты хватало так теперь вот в этом месте девочки надрезаем почти до уголка так так вот я опять забыла все время забывают этот момент у нас тут есть два места которые будет сложно вот так обтянуть то есть два места в которую будет фоамиран рваться это вот этот уголочек девочки вот этот вот и вот здесь вот где у нас ручка где ручка он рваться не будет но его будет не хватать то есть мы не сможем обтянуть так чтобы у нас все все оклеилось поэтому мы сейчас начало оклеим эти места для этого мы отрезаем полосочку так сначала он для этого уголочка сейчас девочки вот вот так то есть нам нужно с вами полоска буквально скажу шириной вот у меня достаточно будет сантиметра на два с половиной на три складываем так фоамир пополам вот сюда в уголок выжимаем клей и уголочек обязательно продавливаем то есть чтобы он вот так у нас проклеился вот девочки теперь вот вот это не срезаем вот эти места не срезаем мы их приклеиваем наносим клей на фоамиран и вот так приклеиваем так теперь с этой стороны так девочки на фоамиран чтобы он у нас из горячего клея стал более эластичным наносим клей и вот так подклеиваем вот девочки вот этот уголочек теперь мы заклеим ручку изнутри еще подрежем так также полосочку примерно шириной один сантиметр а вот длиной сейчас я вам скажу вот так чтобы хватило вот так и вот так то есть вот у меня я возьму с запасом побольше лучше потом обрежу так я исчезла длиной 6 сантиметров так начну-ка я с этого места так чтобы было удобно я свернула в такой клубочек теперь дальше наносим на ручку клей и приклеиваем эту детальку полосочку по периметру все ручки помогаем себе разными инструментами и 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 прямо в уголочке, туда хорошо подталкиваем. Так, и мне осталось затеять вот по этому. Сейчас я примеряю, смотрю, сколько мне отрезать нужно. Так, будет нормально, хорошо, сейчас я только немножечко клей. Так, и так. Так, вот так мы изнутри оклеили ручку. Теперь все, что вот это вот торчит, нужно вот так приклеить. Так же наносим клей на фоамиран. Так. Так, вот подготовочку сделал. Теперь начинаем обклеивать. Включаем утюги. Прикладываем к фоамирану. Девочки, напомню, что цвет фоамирана берем тот, который вам нужен. Какого цвета основу чайника вы будете делать. Так. Утюг я включаю на большую мощность. Теперь начинаю вот так проклеивать. Кuяник. Так. 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 Я думаю, что я пытаюсь быть объямленный. Так. 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 девочки чтобы не смещалась лучше вот приклеить наносим клей маленько подклеим а сейчас с этой стороны обработаю приклею так прогреваю закипаем и старца девочки вот ручку пока не приклеивайте наносим клей клей можно наносить на фанерам нужно на картон как вам удобнее вот здесь на уголочках хорошо подтягиваем теперь я у нас . вот здесь на ручку наносим клей девочки не только на ручку за края не выходят наносим клей и так и так же вокруг ручки приклеиваем так до обрабатываем прогреваем хорошо на утюге и загибаем так вот здесь мы с вами разрезали так разрез нужно сделать до самого угла прогреваем и так же приклеиваем девочки прямо все стороны прогреваем и так же так проклеиваем по всему периметру так что девочки фоамиран здесь на картон не приклеиваем мы приклеим только с торцов пока можно выключить и обрезаем срезаем все излишки шутки 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 так связали дальше девочки нам нужно оформить вот это место ручку пальчиком вот так продавливаем вот чтобы нам было понятно где нам прорезать так как с этой стороны вырезать не очень трудно и вот так вот пока и срезаем а вот эту металличку ее можно туда загнуть приклеить а можно обрезать я обрежу так чтобы немножечко у меня туда загнулась так и приклеим мы здесь на суперклей на суперклей только вывел как-то это для аккуратности нам нужно так как клеевым пистолетом вы туда не подлезете зубочисткой ну и все это что-то склеить так 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 дополнительно еще прогреем носиком пистолетом с этих краях и все прижмем так это у нас с вами девочки левая сторона теперь будем приклеивать правую сторону бизон также формира также чуть побольше у нас должно хватать так чтобы фоамиран у нас загнулся и закрыл торец вот если такие большие слишком лучше срезать так так же вот здесь на уголочке обрезаем до уголочка и и обрабатываем на утюги тоже чтобы не сместилась можно обработать мою вот эту часть вот так приклеить ее потом дальше так а вот еще нужно что нам сделать нам нужно сейчас сразу давайте приклеим на ручку вот кстати ручка уже не будет у нас держать я начну вот с этого места очень хорошо обрабатываем углы чтобы они у нас прямо их прогреваем хорошо чтобы там не была такая кучка фоамирану то есть чтобы не было никаких складочек так так как на ручку приклеили уже то мы можем обработать уже полностью так что так 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 Продолжение следует... По всему периметру, девочки, аккуратненько обрезаем излишки. То есть вот с левой стороны мы сначала приклеили, а потом обрезали. Так как там после того, как мы приклеили, ничего не видно. Мы же вот приклеили вторую часть и все заклеилось, ничего не видно. То есть там нам аккуратность была не нужна. А вот с этой стороны нам нужно, чтобы было все аккуратненько. Поэтому мы сначала обрезаем все излишки. А потом аккуратненько будем приклеивать уже суперклеем. Продолжение следует... И еще, девочки, не торопитесь приклеивать снизу. То есть снизу не заклеиваем. Снизу мы будем с вами еще... В отверстии снизу будем проталкивать наполнитель. Приклеивать вы можете начать с любого удобного места. В отверстий снизу не доки, мыけれем. Продолжение следует... Если у вас выйдет суперклей и испачкать формируем такими белыми пятнами, то их можно удалить с помощью ацетона. То есть ацетонную салфеточку и вместо того протирайте. Иногда бывает так, что после протирания ацетоном остаются такие белые полосы. В этом случае нужно взять чистую салфеточку, смочить ее водой и протирать несколько раз до тех полос, пока у вас эти полосы не исчезнут. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я уже почти заканчиваю. Так, вот здесь в самом низу я проклеивать не буду. Так, на теплом утюге, девочки, прогреваем теплым утюгом края. Так, чуть-чуть нагрею, совсем у меня холодненький. Вот так прогреваем все проклеенные края и прижимаем. Тогда они не будут сильно выделяться. Прямо все краешки прогреваем. Продолжение следует... Продолжение следует... как вам девочки и придавливаем прямо прижимаем так берем шпажку и тот наполнитель которого вы будете называть чайник ой нет девочки поторопилась моя с ручкой не закончились здесь также придавливаем чтобы видно где нам отрезать так вот у этой металлички я вырезаю так чтобы не туда загнуть и также аккуратненько супер клеем подклеиваем так 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 Аккуратненько зубочисткой. Можно еще погреть края носиком пистолета. Прогреваем и также прижимаем. Теперь переходим к набивке. Девочки еще раз скажу, что набивать вы можете тем, что у вас есть. То есть это может быть синтепон, синтепон, обрезки ткани, пряжи, меха, вата, обрезки фоамирана. Только если вы будете, девочки, набивать обрезками фоамирана, то вы желательно их нарезать или нарывать как можно меньше. Чтобы не было такого целлюлита на нашем чайнике. Так, вот я небольшой кусочек сюда затолкала. Теперь его нужно в эту крышечку. Вот так, девочки, прямо в крышечку. Так, ну и все. Итак, наполняем пол чайник. Следите за тем, чтобы не появлялся целлюлит. То есть не заталкивайте маленький кусочек туда, распределяйте его там, сразу вот куда нужно. Отталкивайте, не толкайте наполнителя сразу ногу. Девочки, сейчас я вот в это место поместил. Девочки, так же. Аккуратно, потихонечку. Небольшими такими порциями направляем наш чайник. Аккуратно, как будто возле краев. Не порвите фоамера на краях. Аккуратно, потихонечку. Аккуратно, потихонечку. Так, вот все, мне достаточно. Времени мне, а чайнику достаточно. Извините. Так, здесь уталкиваем. Подтягиваем фоамера. Вот эти все излишки убираем, чтобы ничего у нас сюда не вылазило. И так же при Киеве. Продолжение следует. Так. Так. Чайник оклеили. Обклеили. Теперь, вот в этом месте у нас, девочки, крошечка у чайника. Я вот так этой крошечке вот приклеим такую полосочку. Придадим ей более такой вид. Но мы ее сейчас сделаем. Приклеивать я ее пока не буду. Так, так как я хочу ее отдельно покрасить. И уже потом приклеить на чайничек. Так. Для такой деталечки нам с вами нужна полосочка длиной примерно 7 сантиметров, а шириной 1,8-1,2. Девочки, я делаю 1,8. Так. 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 Длины нам хватит 7 сантиметров. Так. Я сейчас сделаю 8, так как края не всегда хорошо проклеиваются. Края можно потом обрезать. Скипаем вот так, девочки. Смотрите. Вот так. Темно. Не фоамиран черный. Ничего не видно. Вот. Ну, как бы трубочку. Вот смотрите. То есть склеиваем так, чтобы это получилась трубочка. Вот я сейчас туда смогу вот так шпажку потолкнуть. Скипаем так вот с одной стороны и с другой и проклеиваем. Так. Девочки, вот одну часть подогнули, потом эту приклеили. Приклеиваем так, чтобы туда можно было протолкнуть шпажку. Если вы, конечно, будете ее приклеивать сразу к чайнику, не будете отдельно красить, то тогда вам можно и приклеить эту детальку, чтобы не было там этого отверстия. Я буду вот в таком положении на шпажке ее прокрашивать. Поэтому мне вот так удобно у меня проклеилось. То есть я делаю так, чтобы у меня не проклеилось. Вот даже можно, в принципе-то, вот так вокруг шпажки проклеивать. Ну, так кривовато будет получаться. Так, я вот так загибаю, так натягиваю. С этой стороны, если вы детальку запачкаете клеем, то клей не убирайте. Это место будет приклеиваться к чайнику и все закроется. Так, проверяю. Шпажка входит и выходит. Так, оставляю 7 сантиметров, остальное отрезаю. Так, ну вот такую подготовительную работу мы с вами сделали. И сейчас будем переходить к покраске. Девочки, сейчас я вам кратенько покажу, расскажу, как оклеить кружечку. Так, кружечка у нас вот такая должна получиться. Так, из картонки мы вырезаем две детальки. Девочки, они у нас разные. Одна подрезка, другая покороче. Склеиваем их между собой. Дальше ручку мы с вами обклеиваем так же, как на чайнике. И еще вот так, вот тут уголочек. Видим, на чайнике с вами уголочек клеивали. Так же и вот этот уголочек. После этого обтягиваем с задней стороны и теперь с передней. Так, вырезаем так же детальку чуть побольше. А вот сверху, девочки, как бы не чуть побольше, а немножечко побольше. Потому что мы будем с вами вот сюда еще приклеивать. Прямо так вот. Ну, чтобы длиньше было, чем нам нужно. Так, сейчас обработаем на утюге. Прямо так. Проходимся по краям, кроме верхнего. Я уже. Приятного. Какие? Какие? У меня есть. О, я уже все. Я уже разбил. Это уже все. Да. также лицевую, когда мы приклеиваем, обтягиваем с другой стороны, с лицевой стороны мы с вами приклеивать будем с помощью суперклея. Так, пока не приклеиваем, пока вот так вот держим. Теперь смотрите, приклеим папочку, на ручку выжимаем клей, дальше поднимаем и сейчас мы с вами выжмем клей на торец вот этой деталечки и немножко сюда на край, как бы на угол, но побольше прямо нажимаем, не жалеем клей. Вот так выжили и теперь даже лучше положить, так ну каточком или можно взять ножницы продолжаем утюг он вот здесь девочки возле ручки обрезаем впритык здесь так здесь подравниваем вот этот угол хорошо обрабатываем чтобы на нем не получились складки то есть такого что на нем могут быть складочки это место обрабатываю после ручки начало ручки все дальше приклеиваем также как мы с вами приклеивали на чайнике супер крем девочки смотрите как сначала мы с вами супер клеем вот так вот здесь оставьте в это место немножечко добавьте наполнителя то есть ну совсем немножко вот посмотрите совсем чуть-чуть вот ну вот совсем чуточку чуточку и после того как вы добавите титул заклейте низ так здесь еще нужно сделать сверху каемочку то есть вывязали полосочку шириной примерно 7 8 миллиметров обработайте и и на утюге не конечка и эту полосочку приклеиваем вот так толь тачки на здесь видно вот так все черное ничего не видно да и так же вот здесь по низу вот здесь тоже приклеим полосочку вот давайте покажу желтым фоамираном то есть приклеиваем вот так как красиво смотрится и вот здесь пониже девочки вот так и не забудьте правильно обработать и обрезать ручку точно так же как мы с вами делали у чайника переходим к раскрашиванию чайника девочки наносить узор красить я буду акриловыми красками первый слой я буду наносить вот такой художественной краской бронзой имитации второй слой золото солнечная и еще красная краска нам акриловая понравится потребуется и черной краской мы затонируем сам чайник то есть сначала черным цветом покроем вот такие четыре цвета нам с нужны так для начала можно девочки помните мы с вами такую трубочку делали вот ее покрасьте красным цветом на три слоя вот у меня сейчас покрашена на три слоя и оставьте просыхать и и вот так вот не нужно пенопласты шарик она у меня будет сохнуть так дальше берем шпажку и шпажкой наносим узорчик прямо хорошо продавливать я вот уже узор нанесла вот вам плоховато видно но видно вот видите видно прогрятывать стало так видно продавливаем хорошо но аккуратнее будьте не провести фоамиран то есть шпажка может проводить фоамиран если у вас шпажка остренькая то прям ее так об стол потрите чтобы она немножечко затупилась но в то же время чтобы мятинки вас оставались так я сейчас у меня уже начальники нарисованы и когда начальники рисую вам не видно я буду рисовать вот на этом чайнички чтобы показать вам последовательность рисования так начнем цветочка как бы вот давайте так для себя наметим один цветочек у нас будет тут один вот тут и один цветочек вот здесь вот так вот так не видно да так теперь начинаем рисовать лепесточки у нашего цветочка они вот такие они как бы немножко расширяющиеся краем и вот здесь вот так вот заходит лепесточков у них бывает девять восемь шесть нарисовали переходим к маленькому цветочку вот прямо такими лепесточками рисуем самую большую причем девочки серединка у цветочка где мы собираем все лепесточки она не должна быть на серединке вот посмотрите у мне верхние лепесточки коротенькие а нижние подлиннее что серединку маленько смещаем к верху так вот нарисовали три цветочка так вот здесь у нас с вами будет приклеиваться полосочка а все остальное пространство мы будем заполнять лепестками так вот такие у них лепесточки интересные такие вот и 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 вот такие полоски рису и так вокруг этого нарисовали теперь пойдем сюда но кстати точек можно маленько побольше сделать не делайте острые все на концах и не копните заполняем так здесь не смысл с вами тоже красим золотой краской так активить как но здесь не надо и заполняют эти все пространства какие у вас остались я думаю что у меня не так получилось и не ту сторону и с вами девочки вот цветочки располагаем также только у нас носик с вами с этой стороны ручка с этой стороны да можно и так как как он больше понравится так здесь на ручке вот так вот лепесточки и на носике вот так все разрисовали вроде много-много всего но когда вы соблюдаете последовательности вас все нарисуется продавливайте хорошо не торопитесь так теперь нам нужно наш чайничек покрасить черной краской девочки красим мы с вами акриловой краской акриловую краску используйте любую есть детская краска художественная есть просто художественная для стекол для ткани вот она любая подойдет какая у вас есть вот она бывает у меня в баночка бывает в тюбиках вот используем любую так сейчас я сначала вот можно так сразу так берем губку и губкой вот так проходим семечки проходимся сначала по всем краям по всем краешкам чтобы вот теперь можно положить вот так пропитываем краской на вид посмотрите как будто бы чайник у нас кожа листом да так и теперь мы ему даем высохнуть так после того как он высохнет девочки в том чайничке рисовала расскажу после того как он высохнет берем золотую краску которая бронза имитация этой краской девочки красим на первый слой тоненькой кисточкой сначала покрашиваем вот эти все наши полосочки которые мы вот эти полоски которые мы вот эти полоски рисовали вот на ручки на чайнике вот здесь красим выше вот наши вот эти полоски потом будем приклеивать и красим низ это мы с вами делаем бронза имитация после того как слой просохнет подождите чтобы он хорошо просох нанесите сверху золото солнечного золото солнечного у меня еще пока не нанесено у меня еще пока не нанесено я буду наносить сверху ждем когда высыхает наносим золото солнечное и дальше пока ничего не делайте дайте высох так девочки красим наш чайничка золотой краской я сейчас на камеру покажу второй слой первый слой еще раз напоминаю я наносила бронза имитация а второй слой я наношу солнечным золотом для удобства сначала нам нужно прокрасить вот эти края на крышечке и прокрашиваем низ девочки я наношу уже второй слой первый слой делаем все точно также маленькой кисточкой я прохожусь по всем уже прокрашенным вы проходите сервисуете первый слой по продавленным помните мы с вами продавливали продавливание после того как вы черной краской чайник покрасили они никуда не делись их видно так и вот так продолжаем девочки теперь красным цветом мы с вами добавим на полосочках такие полосочки масло масло мы очень рисуем красным цветом кисточку берем тоненькую и вот прямо на золотых полосках так кисточку кисточку девочки вот на этих полосках я рисую сверху девочки рисуем прямо на золотой краски не на черном она золотой так вот так вот края раскрашиваем все полосочки красочку лучше делайте такую не жидкой и сути краска лучше должно чтобы она была густая краска лучше краску лучше меня испортить краска лучше длиной вот так девочки все-все полосочки раскрашиваем и еще вот здесь по низу я бы с вами рисовали полосочку эту желтую вот по краю эти полоски повисуйте красную полоску девочки после того как у вас просохли все полосочки можно приступить к закрашиванию цветочков я цветочки сначала также так кисточку большую поменьше закрашиваю сначала золотой краской полон за имитация так у меня тут 20 . на полу готовности 3 специально так сделал чтобы мне вам сразу показать все свои так вот первый слой так так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Золотой слой приходится наносить не на один слой, а на два слоя. То есть вот вы посмотрите, как у вас краска легла. Может быть дополнительно еще... Нанесете один слой. Продолжение следует... Так, вот этот цветочек у меня уже высох. Черной краской я прорисую полосочки вот здесь. Продолжение следует... Так, серединку закрасьте. И еще в серединочке можно... Девочки, желтой краской... Возле самой серединки немножечко совсем... И еще поставим черные точки. И еще поставим черные точки. Сейчас краска немножко подсохнет. И еще, девочки, можно вокруг цветочков... красным цветом... Вот так вот обвести... Лепесточки... Здесь немножечко... Размываем краску... Размываем краску... Чтоб не такой вот... Четкой полосой было... А туда немножко растягиваем ее... Так... 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 Вот поближе... Покажу... Так... Так... черной краской и на желтых поставьте большие пятнышки так сейчас покажу все поближе вот ну и вот так вот покрасьте и оставить цветочки и опять дожидаемся когда мне осталось нам с вами приклеить и вот такую полосочку которая крышечку от самого чайника цель только бы край крышечки полосочку мы с вами покрасили в самом начале мастер-класса мы сделали покрасили с его пропустите вернитесь на самое начало полосочку нам нужно девочки приклеить вот так приклеиваем на супер клей наносим клей и еще девочки сам чайник можно покрыть уже после того как вы все сделали можно покрыть акриловым лаком так так вот здесь она же трубочка теперь нам нужно ее внутри заклеить наносим вовнутый клей здесь отрезаем тоже проклеиваем внутри и проверяем и что не подклеили так ну все наш чайничек готов но только с вами осталось его покрыть акриловым лаком девочки лак берем можно брать для творчество я использую лак вот такой для наружных и внутренних работ он строительный удобно им пользоваться так лак девочки мы с вами наносим на изделие губкой в губку макаем в лак и вот такими движениями лакируем я сейчас лак наносить не буду потому что у меня еще не до конца просохли чайники а вот девочки еще что забудем нам нужно еще на крышечку нанести такой брик небольшой и туда крышечка будет смотреться поинтересней так можно даже еще куда нибудь нанести так ну и все девочки мы с вами закончим делать чайник и в следующем мастер-классе сделаем чашечки пока пока до скорой встречи так 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 так